Ветеринарная клиника «Доктор Вет» всегда на защите здоровья животных Сергеева Посада. Высокое качество, низкая цена. Полный спектр ветеринарных услуг. Терапия, кардиология, вакцинация, хирургия, стоматология, качественная УЗИ-диагностика, ортопедия, стационар, гостиница, вызов на дом, разбор сложных случаев, ведение тяжелых пациентов. Мы всегда готовы помочь и сохранить здоровье ваших питомцев. С кинологом Вячеславом Чечениным программа «Элита» знакома все 15 лет существования. Это архивные кадры минувших лет. Знают его и многие собаководы Сергеева Посадского района. Ни одна сотня собак воспитана под его руководством. Недавно мы встретились на лекции, организованной волонтерским движением «Потеряшки». Вячеслав Чеченин рассказывал о проблемном поведении собак и возможностях корректировки нежелательных проявлений. Лекцию мы записали, думали, как дать ее зрителю, ведь наше клиповое сознание мало воспринимает говорящего с экрана человека. Но, послушав профессионала еще раз, решили, что лучше, кроме него самого, вряд ли кто сможет рассказать о том, что волнует многих начинающих собаководов. Особенно тех, кто взял собаку из приюта или с улицы. Ну, просто элементарно, к примеру, собака страдает недержанием, и тем самым уже причиняет очень серьезные проблемы хозяину, если собак проживает в квартире. Причины проблемного поведения, ну, вот из практики, сколько через меня проходит вот собак, очень большой процент собак, именно попадающих к людям из приютов, с улицы. Вот, и форма проявления вот этого проблемного поведения, что собаки показывают крайнюю трусость, вот, отсутствие абсолютную с человеком. Трусость здесь тоже не так однозначно, ведь очень часто, когда говорят, вот, собака трусливая, ну, на самом деле, часто бывает так, что это не трусость как таковая, а робость, неуверенность. То есть отсутствие должных контактов собаки с окружающей средой, незнание, как себя вести, порождает включение защитных вот этих реакций. Примеры такие вот, да, вот, введут собачку, что вот собачка не может гулять, вот собачка вся зажатая, вот собачка там пищит, лает, истерит. Вот, и для человека очень серьезная проблема справиться с этим, да, вот, а по факту получается, ну, в чем-то мы потакаем слабости собаки. Вот, собачка боится, мы начинаем там ее уговаривать, там, да, мы, может, пытаемся идти по пути постепенного приучения, а ничего не меняется. Сейчас очень много разговоров ходит, тем поднимает и в соцсетях, то есть гуманизация взаимоотношений человека и животного. То есть эти все течения, методики отталкиваются от того, что на собачку вообще нельзя добить, что собаку не надо ни к чему принуждать. Все это жестоко, все это грубо, вот, и причем все это преподается в достаточно такой сильной напористой форме, вот, и аргументированно, и все, казалось бы, объективно, все правильно, да. Но я вам озвучиваю свою точку зрения, там, да, не всегда это все так легко, хорошо выполнено. Потому что если среднестатистическое, взять собачку, которая изначально коммуникабельна, склонна к контакту с человеком, с ней проблем не возникает. А почему бы нет? Можно строить отношения и на такой основе, там, да, то есть абсолютное положительное влияние. Ну, все эти методики сводятся к такому принципу, что неправильное поведение, вот, оно просто игнорируется, да, то есть никаким образом не отмечается, да, но активно поощряется любое положительное поведение. Таким образом идет, как бы, отбор, да, то есть собака не делает, что не подкрепляют, там, да, и старается сделать то, за что она получит, ну, например, там, игрушку или вкусняшку. Вот. То есть эти методики, они очень красиво, хорошо звучат, но по факту, по факту, далеко не с каждым животным и далеко не у каждого человека может получиться добиться хорошего контакта с таким животным. Потому что здесь речь в первую очередь будет идти о хорошем вот этом взаимоконтакте. Вот. А на чем строится взаимоконтакт такой с животным-то? Это постоянное общение, постоянные какие-то развивающие игры, да, то есть человек полностью замыкает собаку на себя, и собака живет, и никто, кроме хозяина, не нужен. Я вот не отрицаю какой-то доли принуждения в работе, да, почему? Ну, вот с проблемной собакой, потому что если я буду ждать, когда собачка захочет это сделать, там, да, то, сами понимаете, этого ждать можно очень долго, и в конце концов так и не дождаться. А все-таки ко мне приходят люди, я им, кроме того, что я им чего-то говорю, я же им еще должен на деле показать там свою правоту, да. Вот. Вот я ставлю собачку в условие необходимости совершить данные действия. Вот собака не может зайти на площадку, она боится, вся ужимается, хозяин стоит ее уговаривать там за подошвь, ну, пойдем, пожалуйста, пойдем, пожалуйста. Вот. Но ничего не происходит, да, собака пятится, собака упирается, вот просто я надеваю в этот момент там на собаку мягкую удавочку там, да, то есть удавка из простого поводка сделанная, она работает очень мягко. Беру в руки поводочек, вот, и через не хочу, я просто собаку вынуждаю следовать к себе, да. Но здесь надо понимать, если я ввожу принуждение, я не иду по пути жестокости, бескомпромиссности, жесткости такой на грани, вот, прямо, скажем так, в возможности собаки, да, то есть не довожу ее до психоза, до истерики. Ну, как я называю, там, вот принцип телеги, да, вот собаку привязали к телеге, телега поехала, да. Да, собака может пытаться убежать, собака может пытаться кусать за колесо, собака может пытаться там упрямиться, ну, сами понимаете, телега едет и едет там, да, вот. И вот поставьте себя на месте собаки, как она относится к телеге, у собаки же нет ненависти к телеге, да, она просто принимает те условия, которые телега диктует. 5-10 минут собака просто спокойно бежит рядом с телегой, то есть собаку вынудили это делать, да, и она это делает, вот. И вот здесь происходит привыкание к данному, то есть вначале собака пытается упираться, не получается, она отказывается от этого поведения и вынуждена принять те условия, в которых и поставили. Все, я включил телегу, собака идет со мной, я не навязываю ей свое общество, я не показываю ей свою бурную любовь, я не показываю ей свою агрессию, злобу, нет, я просто телега, неодушевленный предмет, взял, поехал. Почему я так делаю? Я не хочу в данный момент навязывать собаке свои взаимоотношения, свой контакт, исходя из того, что собаке все это будет претить, то есть собака будет активно отторгать такое внимание с моей стороны. Ну, к примеру, представьте себя, вы к зубному врачу приходите, сидите в кресле, вы знаете, что сейчас вас ожидает очень неприятная процедура какая-то, врач ходит своим мягким голосом разговаривать, с улыбочкой, не бойтесь, а его намерения нам ясны. Вот, и его вот эта внимательность и показная вот эта доброта, ласка нами воспринимается с отторжением, да, мы не верим. То же самое будет происходить с собакой, если я буду наигранно с ней разговаривать, не бойся, пошли там, да, собака не будет мне верить, я потеряю этот кредит доверия, а потом восстанавливать придется. Вот, поэтому я просто как бы вынуждаю собаку начать движение, но начав движение, уже, можно сказать, проблема как таковая решена. Вот, я буду двигаться, несмотря на собаку, не общаясь с ней, просто двигаю, и собака вынужденно бежит на длину поводка недалеко от меня, вот. Если она бежит, я уже могу постепенно укорачивать поводок, незаметно даже для собаки. Вот, в результате проходит буквально, вот, ну, считанные минуты, вот, и собака, пускай обреченно, но она двигается рядом со мной. Гораздо сложнее с ярко выраженной трусостью, которая мотивирована недостаточно прочной нервной системой, да, то есть нервная система слабая, собака подвержена таким вот трусливым выпадам в случае появления любого маломайски сильного раздражителя, который является новым для собаки, вот. То есть любой раздражитель, это может быть, там, вспышка света, это может быть, там, звук, это может быть появление, там, в непосредственной близости, там, другого животного, там, или человека, и собака просто выпадает. Здесь уже не обойтись без вмешательства профессионала. Решение завести собаку должно быть осознанным. Нужно понимать, что вы для нее один из сотен людей. Ее дружбу и уважение нужно заслужить. И тогда она готова будет идти с вами по жизни. Специалисты клубов собаководства, а их в Сергиевом Посаде 2, Элита и Верный Друг, помогут в воспитании вашего питомца. Но у вас должно найтись время, ресурсы и желание заниматься с собаками. Герои сегодняшней истории мы застали уже в операционной. Малышу требовалась срочная помощь. Сегодня утром к нам поступил пес по кличке Порш. Вот с ним случилась такая достаточно неприятная история. Ночью собаку сбила машину, как бы бедного несчастного тойтерьера. Переехали пополам, внедорожником, и у него, в общем-то, случилась достаточно плохая ситуация. Это ущемленная паховая травматическая грыжа. Сделали УЗИ грыжи и определили, что в полость грыжи выпал мочевой пузырь, кишечник и селезенка. И все это безобразие ущемилось брюшными мышцами. Значит, пес поступил к нам срочно. И, соответственно, практически моментально мы идем с ним на хирургию. Сегодня наш дежурный хирург Марина Алексеевна сделает этой собаке срочную операцию по герниопластике паховой травматической грыжи. Органы эти попадут на свои законные места благодаря хирургическому вмешательству. То есть мы откроем грыжевой мешок, то есть, грубо говоря, полость, куда выпали органы. Оценим состояние брюшных мышц. Соответственно, если они ущемлены, нам придется мышцы рассечь, чтобы освободить органы. Дальше мы должны будем оценить состоятельность и кровоток в этих органах, чтобы определить прогноз. То есть, так как грыжи ущемленные, брюшные мышцы взяли и сжали устья этой грыжи. Соответственно, частично перекрыли кровоток к ущемленным органам. Нам нужно будет определить, как эти органы там поживают. Восстановим ли кровоток самостоятельно или нам придется делать какие-либо резекции, то есть удаление уже ишемических и некротических участков. Увы, как бы непитающийся орган погибнет всего за пару часов. То есть это скоротечный процесс. И если кровоток как-то частично поступал в орган, то орган справится. Повреждение в нем буквально за ближайший день полностью купируется. Но если после разбора ущемленной грыжи мы будем видеть, что кровоток не восстанавливается, нам придется удалить некротизированные участки. Если резекцию делать не надо, то органы банально просто через грыжевое же отверстие вправят обратно. И далее будет проводить пластику грыжевого отверстия. Все зависит, пластика из сложности, ее зависит в первую очередь от самого состояния раны, потому что мы говорим не про резаную, а про рваную рану. Рваные раны, они, увы, непредсказуемы, могут рваться слоями в разных местах. И, соответственно, все будет зависеть от того, насколько эта рваная рана плоха. Если она простая в ушивании, ее, естественно, край в край легко зашьет. Если она не проста, то есть несколько техник. Первая техника – это расслоение брюшных мышц. То есть два слоя абдоминальных мышц отславят друг от друга и поворачивают, закрывая заплаткой, чтобы восстановить просто брюшную стенку. Второй вариант – это наложение импланта хирургической сетки. То есть есть искусственные полипропиленовые сетки, они реактивные в целом, но есть, скажем, беда, как у любого импланта с течением времени или каких-либо воспалительных процессов или каких-либо хронических инфекций может быть бактериальное обсеменение. Поэтому мы не стремимся все-таки оставлять какие-либо импланты внутри. Все равно через 1, 2, 3, 5, 10 лет могут быть осложнения с данными имплантами. Все равно нужно стараться все-таки восстановить больше тканей собственных, а не делать какие-то искусственные замещения. Песику предстоит еще лечение. Машина, переехавшая его, нанесла существенный урон, но он стойко держится, сказали нам врачи, когда мы готовили выпуск к эфиру. Клиника «Доктор Вет» находится в Сергиевом посаде по адресу Новозагорский проезд, дом 4А. Новозагорский проезд Новозагорский проезд Новозагорский проезд Новозагорский проезд Новозагорский проезд Новозагорский проезд